Летающие такси, тележки-роботы, которые развозят по рижским улицам товары и почту. Об этой экзотике мы говорили на заседании Комитета по развитию Рижской Думы перед тем, как поддержать план развития рижской инфраструктуры на 25 лет вперед. Вернее, даже не сам план, а выделение средств на его разработку. Я считаю, что это авантюра, что нельзя планировать развитие транспорта городского на столь далекую перспективу. Ведь если отмотать назад, то есть на 25 лет назад развитие рижских дорог и самое главное строение рижских депутатов, то тогда, четвертьверка назад, казалось, что будет увеличиваться не только количество частного транспорта, но и грузовых машин, количество, которые приезжают через Ригу, будет увеличиваться, что порт рижский будет расти. Однако геополитика полностью смела эти планы, спутала их. Сейчас видно, что грузооборот рижского порта не растет, и количество машин, которые должны доставать товары туда для перегрузки, не увеличивается. Если говорить о перспективе следующего, четверти века, то там изменения могут произойти огромные. То есть, во-первых, изменится структура населения города. Большая часть людей будет либо пенсионного, либо предпенсионного возраста, если, конечно, не приедут какие-то новые иммигранты сюда. Во-вторых, через 25 лет, скорее всего, вообще движением в городе будет управлять искусственный интеллект при помощи различных приложений или прямого управления индивидуальными автомобилями и общественным транспортом. Может быть, так будет, а может быть и нет. Поэтому планирование на четверть века – это слишком большая авантюра. И, наверное, на заседании Рижской думы мы проголосуем против этой авантюры и выделения на нее рижских денег.